МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СБС и СБС-ФМ новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале выпуска коротко о главном. Инфраструктурные объекты, памятники истории и культуры, жилые комплексы и целые села. Освобожденные от армянской оккупации районы Азербайджана быстро восстанавливаются, в них возвращаются бывшие вынужденные переселенцы и нормальная жизнь. Сегодня в центре внимания Хербайджанский район. В Баку проходит международная конференция, посвященная оккупированному Францией острову Майота. Участники встречи обсуждают историю французского колониализма и нанесенный Францией ущерб местным жителям. Президент Турции Режеп Таи Пертуган принял приглашение властей России приехать на саммит БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября 2024 года. Визит в Монголию стал первый с прошлого года поездкой Владимира Путина в страну, которая подписала римский статут и признает в юрисдикцию Международного уголовного суда. Самолет российского президента приземлился в Улан-Баторе в понедельник вечером. Предвыборная кампания в США становится все жестче. На последнем предвыборном митинге кандидат от демократов Камала Харрис высказалась в поддержку отечественной промышленности и рабочего класса. В то же время она предупредила, что победа Дональда Трампа чревата снижением уровня жизни в стране. Начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айханга Джизаде ответил Петеру Стану, пресс-секретарю Верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики безопасности Жозепа Борреля, за публикацию в связи с неочередными парламентскими выборами, проведенными 1 сентября в парламент Азербайджана. Публикации, размещенной на платформе Икс, Айханга Джизаде отметил, что парламентские выборы прошли в полном соответствии с Конституцией. Выборы прошли в полном соответствии с Конституцией страны и национальным законодательством, заявил представитель МИД. Представитель МИД также призвал Евросоюз осознать бессмысленность, перспективность курса, нацеленного на вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Накануне президента Азербайджана Эльхам Алиев заложил фундамент поселка Истисуки Альбаджарского района. По следам президента журналисты продолжают знакомиться с проделанными здесь работами. Моя коллега Пиари Дуня Малиева выходит на прямую связь со студией с подробностями. Здравствуй, Пиари. Приветствую, Руфат. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В рамках медиатуры по следам президента журналисты продолжают знакомиться с проделанными здесь работами. Так, наша съемочная группа CBC ознакомилась со строительством жилого комплекса на 524 семьи в городе Киальбаджар. Общая площадь этого жилого комплекса составляет 19,5 гектаров. На первом этапе сюда будет переселена 201 семья. Для этого в комплексе построены шесть четырехэтажных зданий. В каждом из зданий имеется по 27 квартир, 54 квартиры двухкомнатные, 72 трехкомнатные и 36 четырехкомнатные. В комплексе также построены 39 двухэтажных домов типа таунхаус. Все они трехкомнатные. В целом в комплексе создаются все условия для комфортного проживания жителей. На территории будут созданы парк, зоны отдыха, социально-бытовые объекты, автостоянки, велосипедные дорожки, детские, игровые и спортивные площадки. Также проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Кроме того, мы побывали и на территории строительства второго жилого комплекса в городе Кельбаджар, фундамент которого был также заложен президентом. Комплекс спроектирован на территории площадью 1,76 гектаров. Согласно генплану города, он будет расположен в многофункциональном зоне. Всего здесь планируется заселить 160 семей. Также мы побывали и на территории строительства административного здания. Было отмечено, что под строительство здания предусмотрена территория площадью более 2,4 гектара. Она расположена между общественным центром Кельбаджара и городским парком. Согласно генплану, в административном центре города предусмотрено строительство двух административных зданий. Оба они спроектированы в современном стиле. Строительные работы планируется начать в 2025 году. Ну и в заключении медиатура представители СМИ также ознакомились с работами, проводимыми в Кельбаджарском городском образовательном комплексе и проектом школы модульного типа, которую планируется открыть в этом году. К слову, следует отметить, что мерам по развитию образования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана придается особое значение. Новый образовательный комплекс, строящийся в Кельбаджаре, по самым современным стандартам, также является наглядным свидетельством особого внимания, уделяемого созданию образовательной инфраструктуры в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий. Ну а подробнее о новом образовательном комплексе нам рассказала заведующая отделом политики дошкольного и общего образования Вяфа Ягублу. Давайте послушаем. Добро пожаловать в школу в Кельбаджаре. Это школа номер один. Исторически она была создана еще в 30-е годы прошлого века. В 1993 году, после вторжения армянских оккупантов, школа переселилась в Гянджу, и поныне она действует в Гянджу. Но, к счастью, очень скоро и ученики, и весь состав школы переедет в эту прекрасную школу, которую вы сейчас видите в процессе строительства. Ну что ж, коллеги, на сегодня это пока все. Отмечу, завтра журналисты продолжат знакомиться со строительными работами в Кельбаджарском районе. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибана Алиева совершили поездку в Кельбаджарский район и приняли участие в открытии ряда инфраструктурных объектов. Руфат, тебе слово. Спасибо, Пиаре. Пиаре Дюдне Алиева была на прямой связи со студией. Она была в рамках медиатуры по следам президента. В Баку состоялась международная конференция, посвященная находящемуся под оккупацией Франции острову Майота. Для участия в конференции в Баку прилетели лидеры национально-освободительного движения острова, а также правозащитники и представители НПО, которые борются за права угнетенного населения острова. По итогу мероприятия Бакинская инициативная группа и участники конференции приняли итоговое заявление, а также подписали соглашение о сотрудничестве. Ну а подробнее об этом мы поговорим с гостем. На прямой связи со студией политолог Орхан Набиев. Орхаман, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот сегодня в Баку была организована международная конференция. Как вы могли слышать, темой конференции стала незаконная оккупация Франции острова Майота. Как вот такие мероприятия, которые прошли сегодня в Баку, помогают в борьбе с неоколониализмом? В первую очередь давайте с терминами определимся, потому что оккупация и удерживание – это немножко по международному праву отдельная терминология, потому что Франция сохраняет Майоту как свой департамент, а не как оккупированную территорию, потому что Каморские острова освободились от французского колониализма в 1975 году, но Франция удержала Майоту как департамент. В принципе, она не оккупировала, она уже была частью Франции, просто Франция не освободила Майоту, это из-за геополитических и геостратегических контекстов, потому что Франция имеет там военную базу, имеет выход в Индийский океан и в Африку тоже. Но при этом нужно уточнить один момент, что национально-освободительные движения Майоты и, в принципе, международная резолюция ООН, которые были приняты и в 1975 году, и далее они были за то, чтобы Майота вошла в состав Каморских островов. И при этом Франция ставила несколько раз вето на резолюцию Совета безопасности по Майоте. В принципе, здесь коллизия о том, что называть это оккупацией неправильно, но это можно назвать насильным удерживанием и не согласен с тем, чтобы Майота стала частью Каморских островов. В принципе, во время референдума 61% жителей Майоты в 1975 году они были за то, чтобы быть в составе Франции, но на данный момент ситуация меняется, потому что меняется и демография Майоты. Сейчас в Майоте 95% мусульман, и они не хотят быть в составе Франции, хотя Франция выливает туда огромную сумму денег для того, чтобы удержать этот остров как свой департамент. В принципе, на данный момент национально-освободительное движение Майоты очень интересно сотрудничает с Каморскими островами. Очень много приезжих из Камор, которые уже полностью поменяли и демографию, и на данный момент, да, Майота хочет выйти из состава Франции, несмотря на то, что это будет очень большой экономический коллапс для самого острова. Но при этом остров вместе с Каморскими островами, войдя в Каморские острова, может как-то выкрапкаться, и при этом международная организация, международное право, такие страны, как Азербайджан, могут помочь Майоте для того, чтобы они полностью восстановились. Да, действительно, Урхамер, ведь, допустим, вот сегодня между Комитетом Маоре и Бакинской инициативной группой был как раз-таки подписан меморандум о сотрудничестве, вот как вы и говорили. Комитет Маоре нацелен на возвращение острова Майота в состав Союза Каморских островов. По-вашему, Урхамер, какие еще инициативы могут помочь маоританцам донести до мира свою правду и свой крик? Из-за того, что некоторые колониальные, ну так скажем, постколониальные территории находятся вне взора большого мира. Допустим, когда российский, так скажем, российский колониализм распался, я имею в виду сначала Царскую Россию, потом Советский Союз, так как мы были близки к Европе, мы были близки к миру, мы были в центре мира, до нас международная организация, международное сообщество, быстро пришли. Учитывая то, что у нас ресурсы, мы из-за того, что мы находимся в сердце Евразии, не только мы, я имею в виду и стран Центральной Азии, и стран Восточной Европы, а такие маленькие острова, они не замечены, они потеряны в океане. Может быть, через 10 лет из-за глобального потепления они даже могут остаться под водой. И на данный момент этим странам, учитывая и глобальное потепление, изменение климата, и из-за того, что они вне взгляда большого мира, нужно максимально работать с этими странами, с этими островами, для того, чтобы они были услышаны. И нужно их голос, значит, взять их голос и показать всему цивилизованному миру, печатать их, делать конференции, как делает Азербайджан, проводить очень много сессий в полях международных саммитов, во время встреч международных организаций, во время Генеральной Ассамблеи ООН. Это повлияет очень сильно на деколониальную атмосферу не только во французских постколониальных территориях, но и английских постколониальных территориях, и других колониальных государств, которые на данный момент хотят обрести свою независимость. И финальный такой вопрос, все-таки он остается открытым, и до сих пор многие эксперты говорят разное мнение по этому поводу. Почему все-таки Франция, вместо того, чтобы придерживаться своего же лозунга «свобода, равенство, братство», продолжает вот эту неоколониальную политику в 21 веке? Ну, «свобода, равенство, братство» — это эти слова, которые были в 19 веке, в конце 18 века, в начале 19 века. Это были слова для граждан французского королевства, потом для французской республики. Они никак не относились к заморским. Знаете, колониализм — это такая вещь, что приходит белый человек из Европы, и одной нации говорит, что ты хорошая нация, а другой нации говорит, что ты плохая нация, потому что вот сопротивлялись наши оккупации. И это международная политика, это двойный стандарт, тройный стандарт, четырехкратный стандарт, с которым Азербайджан сталкивался. И мы это видели на своей шнели, мы это через сами проходили, и через это сейчас проходят другие страны тоже. Это большая политика, там такие слова, как «братство», «равенство», они не работают, там не работают интересы, которые не меняются. Интересы, когда поменяются тогда, а поменяется риторика тоже. Спасибо большое, Орхан. Спасибо за подключение, за ваши ответы. Напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был политолог Орхан Набиев. До свидания. Спасибо за приглашение. Спасибо. Ну а бакинская инициативная группа продолжает помогать комитету Мауре, а также мауританцам в борьбе против французского неоколониализма. И сегодняшняя организованная международная конференция на тему незаконной оккупации Франции острова Майот, тому доказательство. Ну а подробнее о конференции в следующем материале. При организации бакинской инициативной группы в столице Азербайджана прошла конференция на тему незаконной оккупации Франции острова Майотта, Союза Каморских островов. В ходе мероприятия обсуждалась история французской колонизации этой части света, оккупации архипелага Майотта и нанесенной в результате этого ущерб коморцам. В центре внимания была колониальная политика Франции в этом регионе, а также позиция международных организаций в отношении острова Майота, Союза Каморских островов. Вместе с этим, в знак поддержки этого региона, волонтёры бакинской инициативной группы организовали флеш-мобы, показали карту острова Майота с флагом этого архипелага. Франция отказалась признать резолюцию ООН о предоставлении независимости Майотти и нарушает её. Франция проводит колониальную политику против нас. Париж противоречит международному праву. Результаты глобального референдума на архипелаге показали более 94% поддержку независимости. Международные соглашения требуют учитывать результаты глобального референдума. И это было принято во внимание ООН. «Остров Майота пытается бороться с колониальной политикой Франции. После независимости Каморских островов, четыре архипелага, входящие в его состав, также должны быть независимыми. В связи с этим есть решение ООН, но оно не было реализовано. И у этого тоже есть причина – колониальная политика Франции». Между комитетом Маоры, острова Майота и Бакинской инициативной группой был подписан меморандум о сотрудничестве. Договор рассматривает оказание поддержки региону в решении социальных и экономических проблем. Вслед за этим руководитель Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов заявил, что после того, как Союз Каморских островов провозгласил в 1975 году свою независимость, остров Майота был оккупирован Парижем, который провёл в архипелаге незаконный референдум. «Франция провела искусственные референдумы в 1976 году и оккупировала остров Майота. После 1995 года во всех организациях все вопросы, связанные с Каморскими островами и оккупацией Майоты в целом были заблокированы Парижем в международной плоскости. Спустя много лет мы провели конференцию и подняли эту тему, ещё раз доведя резолюции ООН по острову до сведения общественности. Бакинская инициативная группа всегда будет поддерживать эти положения международного права». «Наш визит заключается в том, чтобы добиваться справедливости по отношению к Майотте, который всё ещё остаётся жертвой колониальной политики Франции. Здесь мы боремся за свободу, части которой относятся к Каморским островам. Мы очень надеемся, что эта конференция даст нам возможность добиться справедливости. Меморандум о сотрудничестве был подписан для поддержания нашего мнения и помощи в дальнейшем с борьбой против колонизации Франции». По итогам мероприятия участниками конференции в Баку было принято итоговое заявление. Этот заключительный документ позволяет обеспечить защиту населения Каморских островов и архипелага Майота от необоснованных уголовных преступлений. Заключительное заявление даст возможность бакинской инициативной группе поддержать остров Майота на международном уровне, а также продвигать принцип неприкосновенности границ и право народов на самоопределение. Вместе с этим Бакинская инициативная группа и Каморские острова будут бороться против укрепления французского статуса над Майотой путём подписания межправительственных соглашений. «Азербайджан – одна из немногих стран в мире, которая открывает свои двери таким странам, как Каморские острова, которые жаждут справедливости. Я благодарю Азербайджан и Бакинскую инициативную группу за то, что они открыли для нас свои двери и позволят нам донести свой голос. Франция, как известно, продолжает колониальную политику. Однако это не продлится долго. Политика неоколониализма на наших островах со стороны Франции всё ещё продолжается. Люди страдают, их переселяют с одного места на другое. В результате погибли тысячи жителей и ещё десятки тысяч были изгнаны с острова. Франция действует вопреки принципам конвенции и не учитывает права коренных жителей. Мы будем продолжать освободительную борьбу. В целом, в международной конференции в Баку приняли участие учёные, правозащитники, руководители неправительственных организаций, политических партий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, борющихся против оккупации острова Майота, Франции и стремящихся к возвращению архипелага в состав Союза Каморских островов. Участники симпозиума поблагодарили Баку и президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку угнетённым островным странам. Эльвин Абдулаев, Эллада Мамедова, Намик Гасанлы, Си-Би-Си. В рамках подготовки к 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОВ-29 Азербайджан представил новую инициативу – Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата. Она призвана объединить усилия мирового сообщества для повышения прозрачности действий в борьбе с изменением климата и предоставлении отчётности по достигнутым результатам. В качестве председателя 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОВ-29 Азербайджан презентовал Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата в ходе диалога высокого уровня. Данная платформа объединяет глобальное сообщество для достижения прозрачности шагов в направлении улучшения климатической ситуации в мире. Наша задача в качестве председателя в КОВ-29 – поддержать всех участников процесса переговоров по изменению климата. Мы посетили недавно островные государства, в том числе самое крупное – Австралию. Также мы учитываем интересы малых государств, в частности Андорры и Гаяны. Цель работы платформы – повышение прозрачности, отчётности о шагах по решению вопросов изменения климата. В рамках председательства в КОВ-29 мы намерены укреплять свои усилия для обеспечения прозрачности действий по климату для будущих поколений. По мнению президента КОВ-29, прогресс возможен только при коллективном одобрении целей прозрачности, своевременного представления по ней двухлетних отчётов. Так, Азербайджан представит свой такой отчёт на КОВ-29. Кроме того, Баку оказывает помощь другим странам в подготовке двухлетних докладов о прозрачности по климату. Подготовка КОВ-29, которая пройдёт в Баку в этом году, идёт быстрыми темпами. Принимаются все необходимые меры. Азербайджан предложил Бакинскую международную платформу прозрачности климата в качестве принимающей стороны Большого форума. Инициатива была выдвинута Азербайджаном. Это создаст условия для обсуждения очень серьёзных вопросов. Азербайджан также организует помощь другим государствам. Были проведены тренинги по подготовке доклада о прозрачности климата. Настанет очередь и Африки, и других стран. Страны Центральной Азии планируют представить свои национальные планы по климату и рассказать об инициативах в борьбе с глобальными климатическими изменениями. К примеру, Казахстан подготавливает свой двугодичный отчёт о прозрачности по климату. Представители Центрально-Азиатских стран также отмечают, что проведение КОВ-29 в ноябре в Баку важно для региона. Помимо этого, о своей поддержке данной работе высказываются и представители европейских стран. К примеру, итальянская делегация на КОВ-29 готова сделать всё возможное, чтобы этот климатический саммит в Баку прошёл успешно. Прозрачность мер по климату важна для достижения поставленных целей. Мы будем решать финансовые вопросы в борьбе с изменением климата в ближайшие годы. Мы видим только войны между странами, но мы также можем обсудить борьбу с изменением климата за столом переговоров. Эту борьбу не может вести одна страна. Мы должны всегда помнить о важности климата и мира. Работая вместе, мы можем подготовить двухгодичный отчёт о прозрачности. В ООН выразили признательность Азербайджану за приоритетное внимание к вопросам прозрачности в области климатических мер. Организация также призывает прочие страны представить свои первые ежегодные отчёты. ООН призывает страны представить свои первые двухгодичные отчёты о прозрачности до конца текущего года. Также ООН рекомендует государствам сообщить об общих объёмах выбросов парниковых газов по всем секторам экономики. Наличие отчётов необходимо для мониторинга прогресса в борьбе с климатическими изменениями и для реализации национальных планов действий. ООН продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки КОП-29 и запуска Бакинской глобальной платформы прозрачности. В целом, участники мероприятия считают, что необходимо действовать открыто в отношении изменения климата. Такие усилия важны как на уровне ООН, так и на национальных уровнях. Абакинская глобальная платформа прозрачности климата объединит глобальное сообщество для достижения прозрачности данных по мерам, осуществляемым для улучшения экологической обстановки в мире. Тем временем создано совместное предприятие по проекту «Зеленого коридора» Азербайджан-Европейский союз. Об этом было сказано по итогам прошедшей сегодня в Бухаресте восьмой встрече министров Азербайджана Грузии, Румынии и Венгрии. Стороны также договорились о том, что руководство в компании как органа, ответственного за реализацию технико-экономического обоснования проекта, будет осуществляться по принципам ротации. Кроме того, министры договорились разработать план действий, чтобы ускорить рабочие процессы до следующей встречи. Технико-экономическое обоснование будет включать задачи, связанные с оптоволоконной кабельной линией и вопросом интеграции в проект Болгарии. Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия в декабре 2022 года подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает прокладку линии для экспорта зеленой электроэнергии из Кавказского региона в Европу. Сегодня с подписанием учредительных документов совместного предприятия наш проект переходит на новый уровень. Совместное предприятие «Зеленый энергетический коридор» будет финансировать технико-экономическое обоснование проекта и выступит агентством, ответственным за контроль подготовки и реализации этого обоснования, а также за выполнение задач, поставленных странами-участницами. Азербайджан, будучи основным источником ресурсов для зеленого энергетического коридора, станет одним из ключевых партнеров европейских стран в сфере возобновляемой энергетики. Сегодня спортивному центру Серхиачи государственной пограничной службы Азербайджана исполнилось 15 лет. Юбилей отметили в ведомстве. Церемония началась с исполнения гимна страны. Минуты молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Лива и азербайджанских героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет страны. Отмечено, что благодаря особому вниманию главы Азербайджана Эль-Кама Алиева и первого вице-президента Мирьбана Алиевой во всех сферах спорта достигнуты успехи. А спортсмены-пограничники побеждали в престижных соревнованиях и подняли флаг Азербайджана на многих международных аренах. Глава Госпогранслужбы Эльчин Гулиев заявил, что для формирования здорового духа созданы все возможности для занятия молодежи спортом и в Азербайджане действуют арены для проведения местных и международных соревнований. Спортсмены-пограничники завоевали 2383 золотых, 1483 серебряных, 1540 бронзовых медалей и 212 кубков на Олимпийских играх, Играх Исламской Солидарности, 36-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих и на многих других престижных соревнованиях. В завершении церемонии был представлен фильм о спортивном центре Серхачи, а также концерт с участием военного оркестра и солистов погранслужбы. Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Российский лидер посещает Улан-Батор по приглашению президента страны. Монголия – член Международного уголовного суда, который в прошлом году выдал ордер на арест президента России. Мед Украины призвал арестовать Путина и пригрозил последствиями. Визитом Путина в Улан-Батор недоволен также и Европейский союз. Визит в Монголию – это первая с 2023 года поездка Путина в какую-либо страну, которая подписала римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест российского лидера. Самолет Путина приземлился в столице Улан-Баторе в понедельник вечером. Там его встретил почетный караул, мимо которого российский президент прошел по красной ковровой дорожке. Вскоре после прибытия Путина в Улан-Батор официальным представителем Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий осудил решение монгольских властей не арестовывать президента России по ордеру МУС. Неспособность правительства Монголии выполнить обязательный ордер МУС на арест Путина является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и системе Международного уголовного правосудия. Евросоюз также выразил обеспокоенность в связи с визитом в Монголию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила официально представитель Европейской внешнеполитической службы Набилия Масрали. Дипломат напомнила, что Монголия артифицировала римский статут, основополагающий документ Международного уголовного суда в 2002 году. Те страны, которые признают юрисдикцию МУС, должны выполнить предписание ордера в случае приезда Путина. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует ордер на арест Владимира Путина. Несмотря на недовольство украинской стороны, а также предупреждение со стороны Евросоюза, нет никаких признаков того, что Улан-Батор готовится арестовать российского президента. Как отметил президент Хорел Сух, приоритетом Монголии является развитие стратегического партнерства с Россией. «И наше общество, и правительство, и государство. Мы всегда стремились и стремимся обеспечить дальнейшее развитие нашего всеобъемлющего стратегического партнерства. Это является приоритетным направлением нашей внешней государственной политики. За последние годы наши взаимоотношения активизировались. Были осуществлены несколько взаимных визитов как на высшем, так и на высоком уровне». Владимир Путин и Ухнаагин Хорел Сух обсудили такие перспективные направления, как сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспортной сфере, включая железнодорожные сообщения. На встрече лидеров России и Монголии Владимир Путин не оставил без внимания и вопрос образования. Подчеркнув, что Россия ценит интерес монгольской молодежи к русскому языку, он отметил, что Россия ведет дополнительный 620 код на обучение студентов из Монголии. В преддверии парламентских выборов попытки Запада вмешаться во внутренние дела Грузии становятся все более зримыми. Ряд стран во главе США оказывают давление на избранное правительство Грузии, угрожая применением санкций и лишением страны статуса кандидата в ЕС. Ряд стран Запада во главе с Соединенными Штатами на протяжении всего времени вмешиваются во внутренние дела стран Южного Кавказа. На этот раз очередь дошла и до Грузии. Наглядный пример такого вмешательства – нынешние попытки противодействия принятию в Грузии закона о прозрачности иностранного влияния, более известного как закон об инагентах. По мнению грузинских экспертов, Запад не хотел бы осуществления интеграционных проектов на политическом пространстве Евразии, которых он не контролирует. Поэтому Грузия им представляется слабым звеном, при помощи которого можно сорвать проекты, осуществление которых их не устраивает. «Вмешательство во внутренние дела Грузии, особенно накануне выборов, принимает прямо не то что бесцеремонные, а анекдотично бесцеремонные формы. Уже всем это в Грузии надоело, в буквальном смысле этого слова, вот эти визиты, вот этих парламентарий, европарламентарий, о которых ходят анекдоты, в буквальном смысле этого слова. Они устраивают тут какие-то конференции, выступают революционными призывами и не скрывают, что в октябре, если, допустим, эти выборы закончатся не таким результатом, который они желали бы, то они явно призывают народ, значит, в белковичках, конечно, в защите евроатлантического выбора». Как отмечают эксперты, предстоящие парламентские выборы будут использоваться для попыток свержения ставшему неугодным Западу правительства в стране. Неудивительно, ведь закон о прозрачности иностранного влияния вызвал внутри страны сильный резонанс. Оппозиция неоднократно проводила митинги в центре столицы, а Евросоюз и США грозились помешать Грузии на ее евроинтеграционном пути. Так называемый закон об инагентах, вокруг которого поднялась шумиха, предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ более 20% доходов, полученных из-за границы. По мнению властей, принятие закона не является реверансом в сторону России, как это утверждают оппозиция и Запад. Вокруг грузинские мечты, которые сейчас находятся в сложных отношениях из США, из Евросоюза, из-за, так сказать, песнопамятного закона о прозрачности иностранного влияния, находятся в сложном положении в том плане, что на него осуществляется давление, так сказать, беспрецедентное число международных наблюдателей, которые будут наблюдать за этими выборами, скорее всего, является еще одним рычагом того, что если на Западе решат, что выборы должны быть объявлены нелегитимными и так далее, и пойдут на смену режима, то, соответственно, можно ожидать сценария, который будет во внукам похож на сценарий Украинского Майдана. После принятия закона об инагентах, Вашингтон объявил о санкциях против некоторых чиновников Грузии. Под ограничения попали члены парламента страны. Кроме того, Госдепартамент объявил об исключении Грузии из программы финансовой помощи и переносе на определенный срок военных учений Грузия-НАТО. Правящая партия «Грузинская мечта» считает, что оппозиция при поддержке Запада постарается устроить беспорядки после парламентских выборов в стране, отметив, что их целью являются госпереворот и захват власти. Масло в огонь подлили заявление премьер-министра страны Ираклия Кабахидзе о том, что после победы на парламентских выборах правящая партия инициирует процессы запрета ряда оппозиционных партий, обвинив их в экстремизме. Это были все актуальные новости к этому часу. Чтобы быть в курсе событий, смотрите CBC и слушайте CBC-FM. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok